И снова здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами присутствуем при возможно историческом моменте, потому что онлайн-студия для города Южного это такое ноу-хау. Онлайн-студия предполагает общение в живом эфире, совершенно в живом. Но быстрее, наверное, не бывает, потому что мы планируем, кроме того, чтобы приглашать гостей в студии, у нас еще там, где происходит мероприятие в нашем городе, присутствуют журналисты, которые оттуда смогут вести стримы или вести прямую трансляцию. Сейчас наша Наташа Мизюкина, она пойдет на одно мероприятие, о котором мы будем говорить в 18.00, и оттуда она будет рассказывать, что же там происходит. Это пока для вас будет секретом. А мы возвращаемся в нашу студию, и я представляю наших гостей. Это Вячеслав Слюсарь, добрый вечер, и Игорь Вяткин, добрый вечер. Хочу представить наших гостей. Эти люди имеют непосредственное отношение к созданию не только онлайн-студии, но и самого сайта. Расскажу, в чем секрет. Именно с этими людьми у нас когда-то произошел первый мозговой штурм, и мы думали о том, как же назвать наш сайт. И в первую очередь нам хотелось не зацикливаться на городе Южном, чтобы он не был там Южненский Вестник или что-то связанное с городом Южным. Хотелось чего-то универсального, но в то же время, чтобы название о чем-то говорило. Говорило в первую очередь для людей, которые хорошо знакомы с интернетом. Было много дискуссий по этому поводу, у нас было очень много названий, которых я сейчас не вспомню, но название «Репост» предложил нам как раз Вячеслав Слюсарь. Поэтому у меня вот этот вопрос, у тебя сейчас нет каких-то разочарований по поводу названия? И тот ли смысл мы реализовали, который ты вкладывал тогда, когда озвучил это название? Скажу сразу, что они разочаровали. Именно в тот момент, когда у нас действительно на столе было много названий, и мы не знали, то ли это будет хорошо, то ли это будет хорошо. И когда родилось название «Репост», практически сразу перед глазами стал и логотип репоста. Скажу, что единственное в тот момент было переживание, что репост не приживётся, оно не будет так созвучным, то есть незапоминающимся. Ну, как видно со временем, что название прижилось, и логотип стал узнаваемым, и достаточно много людей в городе Южном знают, что такое репост. Да, это даже более того, наши мужья, например, они не очень хорошо восприняли слово «репост», потому что репост, это, как мне сказал мой муж, это перепост, это уже как бы вторичная информация. А мы в него вкладываем всё-таки, что мы первоисточник, то есть это у нас можно брать эту информацию, то есть мы другой смысл вкладываем. Вообще имеет значение смысл, как вы думаете, вот вкладывать? Ну, я думаю, что и, конечно, имеет значение смысл. И вспомни, мы тогда, когда букву «р» рисовали, мы говорили о том, что «р», и если добавить буквочку «к», «рек», ну, это как будто бы видео. И ты тогда тоже сказал, что это, ну, будет такая возможность, вдруг у вас будет телевидение, интернет-телевидение, и это будет таким логотипом. Ну, я напророчил, можно сказать. Игорь, скажи, пожалуйста, насколько актуальна вообще онлайн-студия в городе Южном? Вот только что мы говорили с директором Плазы, и он рассказывал о том, что столкнулся с определенными проблемами, когда невозможно заполнить в городе Южном, потому что есть определенная специфика в городе, потому что люди в основном у нас светлое время суток отсутствуют в Южном, они все на работе, большинство, поэтому нет случайных покупателей, по крайней мере, для торгового центра Плазы. А вот онлайн-студия – это тоже, ну, такое новое, во-первых. Во-вторых, много ли у нас людей пользуется сегодня активно интернетом? Кроме социальных сетей, ну, могут ли они, допустим, брать информацию из других источников и следить за тем, что происходит в интернете? Ну, я думаю, что много людей пользуются интернетом, и это количество постоянно растет. Я думаю, я уверен в этом. Это на моем примере, это на примере моих друзей, товарищей и так далее. А родители? И родители тоже. То есть, если раньше для них был интернет – это погода и одноклассники, то теперь это уже намного шире. То есть, ну, потихоньку интернет входит. У нас сайт, мы в любом случае, мы его будем заполнять. Мы не будем заниматься только проектом онлайн-студия. Мы будем также заниматься сайтом и даже планируем в перспективе описывать наши программы, чтобы сразу человек пришел, если он не посмотрел вечером, чтобы он, по крайней мере, в текстовом варианте. Так, два параллельных будет проекта, да? Два параллельных проекта, да. И единственное, что у нас сегодня просто не хватает нас и наших сил на то, чтобы это все реализовать. Планы есть большие. Мы, конечно, хотели, чтобы были люди, которые готовы тоже на таких общественных началах подключиться к этому проекту, чтобы заполнять сайт, потому что, мне кажется, это было бы актуально. Действительно, люди пришли на работу и не смотреть полтора часа. То же самое с работой. Люди пришли, кто-то имеет доступ на работу, кто-то нет. Вечером пришли, покушали, обязательно смотрят новости. По поводу онлайн-студии. Есть у вас представление о том, что такое онлайн-студия? Чтобы мы сегодня объясняли людям, что такое онлайн-студия и как этим пользоваться? Ну, конечно, свои какие-то представления есть, потому что уже в стране есть опыт онлайн-студии, онлайн-телевидений. Можно вспомнить, как появлялось громадское телевидение. У нас параллель проводят все. Хорошо, давайте проведем такую же параллель громадские радио, точно такое же. Я вам так скажу, что я участвовал, скажем так, символически участвовал в создании, скажем так, громадской. Заработную плату, ну, то есть жители Украины, я имею в виду, не только города Южного. Заработную плату тем же журналистам на громадском ТВ. И как-то это внезапно произошло. Мне кажется, что буквально, если взять год или полтора назад, вот движение волонтерства, оно не было настолько развито. И если бы мы появились, наверное, полтора года назад, мне так кажется, то привлечь людей к созданию этой студии, наверное, было бы намного сложнее. Я не говорю, что это невозможно, но, наверное, было бы сложнее. Вы как думаете? Ну, я скажу так, что как само движение волонтерства, оно работает давно и давно используется, особенно на больших мероприятиях, на больших событиях. Но я считаю, что волонтерство — это какая-то разовая помощь человека. То есть люди собираются вокруг одной идеи, и это разовая помощь. Для онлайн-студии, я думаю, что система волонтерства, ну, нельзя так сказать. Да, это, конечно, мы все знаем, что это волонтерство. Но я считаю, что для создания онлайн-телевидения в городе Южно и поддержки этой студии было бы правильно говорить, есть такое украинское умово слово «спильнокошт». То есть мы должны понимать, что мы хотим, для чего мы хотим. И если нам это нравится, мы должны это систематически поддерживать. Это прежде всего финансово. Если много людей поймут, что для них это актуально и интересно, и они будут готовы ежемесячно, ежеквартально помогать символически, а если этих людей будет много, и здесь может быть не только онлайн-студия, это может быть полноценное онлайн-телевидение. Главное, чтобы люди понимали, насколько это актуально и насколько это важно для них. Игорь, а ты чего ожидаешь от онлайн-студии в городе Южно? Какие задачи перед нами ставятся? Потому что мы должны спрашивать тех людей, которые бы участвовали в этом. Были же определенные… Мои задачи – это полная независимость и доступность к информации. Опять же, оперативность информации. Вот так, если коротко. Как оно будет у вас получаться? Ну, на примере, допустим, того же сайта можно говорить, что получалось. Студия, замечательное видео. То есть, как бы, все у вас будет хорошо. Мы сегодня, когда титры писали, и мы никак не могли вас назвать – волонтеры или спонсоры, или… Друзья. Друзья, можно было, да. Поэтому мы там сокращенно, что просто написали – участвовали в создании онлайн-студии в городе Южном. Насколько… Вот вы сейчас сказали о том, что финансироваться из тех взносов, которые будут делать, допустим, жители города Южного. Мы на самом деле не очень на это надеялись. Мы вообще не надеялись, конечно, что у нас будет такое волонтерское движение, которое сможет нам помочь организовать эту студию. И сегодня даже вывешивать наши счета мы как-то не сразу даже решаемся, потому что как-то, ну, стесняемся, что ли. Вот. И мы с тобой тоже, Игорь, на эту тему говорили, да, год назад. Говорили так далее еще, что это… Чего мы стесняемся? Нельзя, не надо этого стесняться. Мы же не попрошайничаете. То есть нельзя стесняться, что вы попрошайничаете и дайте нам, пожалуйста. Есть люди, которые оценивают по достоинству вашу работу и нравится то, что вы делаете, и у них есть возможность вам помочь, есть желание помочь. Я типа, почему нет? А у них нет такой возможности. То есть не все знают тебя лично, не все знают, как это сделать. Вот есть счет, пожалуйста. То есть это абсолютно нормальная, абсолютно норма в общении с рядовыми пользователями. Поэтому тут это надо продолжать. У нас тогда колоссальная ответственность. Мы сейчас, организовываясь, ну то есть запускаясь, мы это чувствуем, что мы не должны подвести людей. От нас просят некоторые люди, которые попринимали участие в тоже финансово в организации онлайн-студии, говорят о том, что мы должны проводить журналистские расследования. Мы им объясняем, мы не можем проводить журналистские расследования, потому что это очень сложно и финансово затратно, и сложно в реализации, потому что любое журналистское расследование, оно требует большего штата. Над журналистским расследованием, над одной темой журналист может работать от недели до двух недель. Вы чего ожидаете? Не только оперативности, наполняемости, змист моей буты и ки-небудь? Ну давайте скажем так, что люди, опять же я повторюсь, должны понимать, что такое онлайн-телевидение, как оно работает, доступность этого телевидения. Ведь сюда может любой прийти с любой проблемой или просто посмотреть, как это всё работает, как это всё выглядит. То есть это должно быть действительно общественная инициатива такая, которую вы должны только им помогать, помогать донести свою идею, какую-то мысль, какую-то проблему, озвучить. А люди должны смелее к этому относиться и приходить сюда в студию, поднимать какие-то вопросы, обсуждать. Должен быть постоянный диалог, постоянная обратная связь, скажем так. И я думаю, что со временем аудитория будет только больше и больше. Я хочу ещё сказать, что нас удивило, когда мы начали организовывать интернет-студию, то, что у нас очень много людей готовых, кроме того, чтобы помогать, они ещё и являются очень активными грамматическими диячами. И вот то, что они действительно, вы все, вот такие активные, это нам дало надежду на то, что у нас не будет дефицита с гостями, с людьми, которые смогут проанализировать какую-либо информацию. Потому что мы планируем говорить не только о проблемах города Южного. Мы сегодня живём в такое время, у нас в стране такое время, что хотелось бы эти проблемы сегодня озвучивать. Вот, допустим, даже по отношению к тому, что происходит у нас сегодня на Донбассе, мы планируем приглашать тех же волонтёров, чтобы они рассказывали, какая там ситуация. Мы планируем связываться с теми военнослужащими от города Южного, которые находятся там, которые вернулись сюда приглашать, если у них будет настроение, желание и силы об этом рассказывать в студии. Мы планируем созваниваться с ними, если мы знаем какую-то информацию из интернета, для того, чтобы проверить её, мы тут же можем им позвонить, потому что, к счастью, у нас есть даже номера телефонов этих людей. Не всегда это возможно сделать, мы это прекрасно понимаем, злоупотреблять не собираемся, но, по крайней мере, мы так планируем делать. Поэтому, когда мы увидели, сколько людей готовы сегодня принимать участие в создании студии, и самая главная ещё была у нас проблема, когда мы начали составлять список людей, которые могут прийти к нам в студию, оказалось, что многие из них сегодня участвуют в каких-то других мероприятиях, то есть они вне работы занимаются ещё какой-то просто их вытащить. Громатскую идеальность, да, и, в принципе, это спровоцировало даже ситуацию в стране. То есть это такое время. Они раньше тоже были активные, но просто они не были объединены. А сегодня вот такая ситуация, что они участвуют везде, и волонтёрством занимаются, и другими какими-то направлениями своей деятельности, что проблема даже пригласить вечером в студию, потому что они заняты. Вот это меня тоже поразило. Поэтому мне кажется, что у нас всё получится все вместе. То есть любой проект возможно реализовать, если к этому стремиться. Было бы желание. У вас было много желания открыть эту студию, у вас всё получилось. Вокруг люди нашлись, и кто хочет помочь. На самом деле тут первоначально было ваше желание, на самом деле. А потом уже вокруг вас собрались люди и что-то помогали. Мы чуть-чуть, кто-то другой, ещё что-то с разных сторон. Поэтому и получилось. Поэтому если у вас будет продолжать, будет оставаться желание это двигать, и растить, взращивать, всё получится. Мы ещё о времени говорили. У нас сегодня, мы ещё до сих пор находимся в состоянии таком дискуссии, во сколько нам лучше выходить, в 18.00 или в 19.00? Это должны решать, я думаю, зрители. То есть вот именно проб и ошибок, скорее всего, только так получится. По нашему опросу, который мы опубликовали в социальных сетях, в 19.00. Они говорят о том, что хорошо было бы выходить в 19.00. Мы думаем о том, связать это с тем, что у нас в городе все мероприятия начинаются в 18.00. Основные, ну да. Да, и волейбол, и баскетбол, и культурные мероприятия начинаются в 18.00, и другие мероприятия, почему-то всё завязано на 18.00. А у нас есть в планах стримить с этих мероприятий. То есть в 18.00 начинается какое-то, и мы говорим, вот сегодня у нас во дворце культуры концерт, например, и наш журналист рассказывает, что это за концерт, для того, чтобы люди, если вдруг они не знали об этом мероприятии, или не попали, по крайней мере, они могли бы спланировать ещё свой вечер. Поэтому, а если мы будем выходить в 19.00 и говорить о том, что во дворце культуры прошёл концерт, мне кажется, это мы уже немножечко опоздаем к этому событию. Мы же будем анонсировать каждый раз, я так понимаю, в своем мероприятии или нет? Мы будем свои эфиры анонсировать, а анонсы у нас есть на сайте, и баскетбола, и волейбола, и концерта, поэтому афиши нам дают, у нас на сайте есть. Но как-то, мне кажется, это логично было бы в 18.00. Может, мне удастся переубедить наших телезрителей? Я думаю, что должно быть фиксированное время, обычное, когда человек, не знающий анонсы, либо хочет просто включить и увидеть эфир, как обычно. Какие-то новости, либо какое-то живое общение, скажем так. Какую-то дискуссию поддержать или просто быть зрителем. Но я думаю, что не стоит себя ограничивать какими-то временными рамками, потому что иногда было бы даже очень хорошо после каких-то мероприятий собраться и обсудить концерт, мероприятие, проанализировать с гостями тоже какая-то дискуссия после. Потому что иногда приходишь после какого-то мероприятия, и хочется обсудить, задать какие-то... Баскетбол, например? Не обязательно баскетбол. А почему бы не проводить эфир после... Ну, я же не зря, а в баскетболе говорю, потому что твоя профессиональная деятельность связана как раз с судейством. Поэтому я и говорю, что... Судейство очень часто самообсуждаемая вещь после баскетбола, особенно когда команда проигрывает. У нас химик сейчас держит лидерство, поэтому... Поэтому в этом году мы довольны судейством. В этом году, да, довольны судейством, да. Как никогда. Да, поэтому я думаю, что вопроса вот как раз к судейству в этом сезоне, надеюсь, не будет. Поэтому я и говорю. Даже как судья, надеюсь, что вопроса к судейству не будет. Но я хотел сказать не об этом. Например, после сессии Горсовета, да, можно собраться, обсудить с депутатом, разъяснять какие-то непонятные вопросы или особо спорные вопросы. Там непонятных вопросов, я хочу сказать, очень много, потому что депутаты умудряются за час проголосовать за 60 вопросов. Это... Представьте себе, как работать надо. Работать нужно, да, очень быстро и ускоренно. Поэтому депутаты должны приходить сюда в студию и рассказывать, почему они приняли так быстрое решение, насколько хорошо они готовы были к принятию этого решения. Это так, это мы сейчас образно в общем говорим, но это была бы неплохая практика. О сессии и о исполкоме, о любых мероприятиях, которые происходят в официальных наших структурах, мы будем говорить действительно вечером. Сейчас мы планируем, что будем выходить три раза в неделю, потому что чисто физически мы не успеваем обеспечить эфиры каждый день. Хотя, мне кажется, темы при желании даже в городе Южном можно найти актуальные, которые можно обсудить именно в этот день и не откладывать это на завтра. Но в связи с тем, что мы немножко физически этого не можем, нам всего три журналиста, и надо еще ввести сайт обязательно, потому что за последнее время в связи с подготовкой мы немножечко запустили его и не так интенсивно обновляли информацию. Но сессия исполкома происходит как раз вторник, четверг. Поэтому в пятницу мы даже можем приглашать депутатов, если они не будут от нас уходить, убегать. У меня есть определенный опыт. Вы будете присутствовать на сессии, будете стримить? Мы будем стримить, да. Мы планируем, что мы будем стримить, потому что от этого мы не уйдем в любом случае, чтобы в прямой трансляции это все было всегда, потому что цель нашего проекта – это как раз подавать информацию супероперативно. То есть быстрее уже не бывает. Разве что если работать на опережение, это, наверное, уже будет быстрее. Но мы думаем, любые события, которые, независимо от того, происходят они днем, вечером, есть ли у нас сегодня в эфире, или нет в эфире гостей онлайн-студии, мы все равно будем эту информацию подавать в то время, когда оно происходит. То есть сессия обязательно, если вдруг будут какие-то порывы канализации или еще чего-нибудь, какие-то события такие связанные. Да, опыт у вас уже есть. Если на каких-то предприятиях будут происходить сборы, спорные, конфликтные, где нужна именно прямая трансляция, мы обязательно будем включаться. Мы не будем ограничиваться только студией. Мне бы хотелось добавить, вот вы говорили о том, что маленький штат, всего три журналиста, но возможность, если это общественная инициатива, общественное телевидение, мне бы хотелось на общественных началах здесь видеть новых людей, которые, допустим, могут разгрузить ваш объем работы, провести. У нас в городе много людей, которые могут провести эфир, какой-то диалог здесь сделать, или анонс мероприятия какого-то здесь в прямом эфире. Например, идет подготовка мероприятия во Дворце культуры. За день, за два они могут здесь провести эфир, рассказать, как они готовятся, чем они хотят удивить. Это как пример. И есть масса таких мероприятий. У нас есть очень много учреждений образовательных, школы искусств, детские сады. Они проводят мероприятия, проводят разные тренинги. В городе много событий. И люди могут приходить сюда со своими инициативами. Я очень рада. Инициатива всегда наказуема, но она должна быть. Но сейчас ты заговорил о таких вещах, детский сад, школа и так далее. Мне кажется, это очень нудно. А мне кажется, это наоборот интересно. Есть очень много интересных моментов, которые можно обсуждать, которые нужно менять. И люди могут приходить сюда с этими проблемами. Ты говоришь о семинарах, а не о проблемах. Семинары в детских садах, школах и так далее. Я думаю, что это интересно для узкого круга людей. Хотя я не исключаю, конечно. Я, конечно же, не исключаю. Но всё-таки нам нужно действительно, мне кажется, в первую очередь, сосредоточиться на каких-то глобальных таких вопросах, проблемах. Пожалуйста, глобальных. Но есть ещё много времени, где люди могут сюда прийти, и им просто можно дать вот эту возможность выйти в эфир, рассказать, собрать более большую аудиторию вокруг своей проблемы, вокруг своего интереса. Я думаю, это было бы правильно. Спасибо большое, Слава. Тем более, что у нас действительно есть… Мы здесь организовали онлайн-студию как раз для тех активных людей, которые могут что-то организовать в городе. И очень часто им не хватает какого-то вдохновения. Даже вчера мы обсуждали этот вопрос с людьми, у которых есть общественные организации. И они, придя в нашу студию, сказали, мы хотим к вам прийти для того, чтобы набраться вот этого огня, для того, чтобы тоже реализовать… У нас тоже есть в голове… Зарядиться. Зарядиться, да. Для того, чтобы тоже реализовать большие проекты, которые есть в голове. И я тогда сказала, что самое главное – это иметь тех людей, которые есть рядом. То есть я одна бы ничего не сделала, Наташа одна ничего бы не сделала, Оля тоже сама… Только команды. Только команды. И мне кажется, что те люди, у которых есть инициатива, но не нашли еще себе команду, в принципе, могли бы это сделать, если они озвучат, они найдут себе… Либо найти команду с помощью вас. То есть если они пронесут свою идею… Да, потому что… Как Слава сказал, он это имел в виду. Потому что нам повезло. Мы все втроем ушли с одного предприятия, и поэтому мы знаем и понимаем цели и задачи наши. А те люди, которые организовали свои общественные организации, они часто делали это самостоятельно, потому что у них такая инициатива, и они нашли себе таких однодумчив. Разве что… У нас есть чат в Ютубе, уже можно присоединяться. Так что вот люди комментируют. Нас неплохо оценивают, и это приятно. И эфир сместить необходимо на 17.30, 18.19, как передали ранее. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто сегодня у нас оставил комментарий. Спасибо за то, что вы нас смотрите. И я вас очень прошу, не переключайтесь. Нам с вами очень хорошо и комфортно. И это очень приятно осознавать, что нас в данный момент кто-то смотрит. Более того, если, имея опыт работы на телевидении, я понимала, что нас смотрят только благодаря тому, что нам звонили. Сегодня благодаря Ютубу мы можем даже увидеть, сколько человек нас сегодня смотрит. Поэтому большое вам спасибо, что вы остаетесь с нами. Мы очень рады, что даже запустившись впервые, нам есть с кем пообщаться в эфире. И сейчас не переключайтесь. С нашими гостями мы сейчас попрощаемся. Я с вами попрощаюсь ненадолго, буквально на полчаса. Сюда сейчас придет на мое место Оля Комарова, и будет она общаться с волонтерами, с теми людьми, которые сегодня помогают украинской армии. Поэтому я с вами не прощаюсь. Гостям заключительное слово. Ну, я вам желаю, чтобы ваша и наша инициатива была услышана и поддержана. И чтобы спустя некоторое время можно занимать целиком весь этаж в Плазе под общественное телевидение в городе Южном. Спасибо большое. Дело в том, что мы об этом думали. Директор Плазы перед эфиром нам об этом сказал. Говорит, что неплохо было бы, если бы вы так развились необыкновенно, что смогли бы платить арендную плату и целый этаж у нас здесь арендовать. Мы сказали, что да, все будет хорошо. Я думаю, что если мы смогли сделать онлайн-студию, значит, все у нас впереди. Мы на этом не будем останавливаться. Спасибо большое. Все у вас получится, девочки. Я очень рад, что я присутствую в первом эфире. Это очень интересно и необычно для меня. Удачи вам. И все у вас получится. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.